всем привет сегодня я снимаю для вас видео по раскрашиванию картинки иллюстратора надя жебраковского ссылки на ее эти магазин и instagram аккаунт будут в описании под видео эта картинка была раскрашена в рамках марафона сентябрь страна грез кстати он еще продлен и продолжается поэтому если вдруг вы в нем участвовали но не успели закончить то у вас есть шанс до 15 числа еще он продолжается я распечатала эту картинку в копицентре я взяла свою бумагу арт-формат ее я покупала на wildberries но мне сказали что ее там уже нету не знаю я не смотрела я купила папочку там было 20 вроде как листов и мне этого пока точно хватает поэтому я больше этим вопросом не интересовалась я решила сделать подложку маркерами и дорабатывать все дальше карандашами это бумага у нее плотность где-то 150 может быть 160 грамм довольно она такая плотная но не как ватман и она не гладкая как ватман она такой шуршавой текстурой я подумала что будет очень интересно как же лягут на нее карандаши и мне кстати забегая вперед очень понравилось как вот но пока я делаю заливку базы маркерами мне в принципе нравится эта техника потому что она позволяет очень сильно сэкономить время потому что карандашами тем более на такой вот и шероховатой бумаги нужно либо сделать очень очень много слоев либо все это проходится блендером как-то я блендер в последнее время редко использую вот и все таки предпочитаю делать базы или маркерами и если позволяет бумага акварелью не так привычнее что ли вот хотя по сравнению с карандашами маркеров конечно цвета набор цветов у меня гораздо меньше и намного меньше маркеров все-таки вариативность цвета то есть их конечно же можно смешивать и они очень хорошо смешиваются друг с другом но получить именно тот цвет который хочется ну вряд ли получится вот поэтому уже надо исходить из того что есть поэтому подходите к покупке с перспективой на то что именно вы будете раскрашивать вот так я уже начинаю делать заливку портрета не точнее лица кожи маркерами вот недавно я выпустила видео в реальном времени где я делаю заливку но также есть и и ускоренная по картинке из раскраски дарк фэнтези спасибо за ваши комментарии насчет звука для меня очень важно было услышать обратную связь и я услышу спасибо большое так по поводу портрета наверное не буду ничего сильно тут рассказывать хочу выпустить отдельное видео возможно что с номерами с цветами с номерами маркеров я постараюсь в любом случае вот но здесь я скажу что использую несколько оттенков и в основном прием мой для раскрашивания лица и кожи один я беру самый светлый цвет наношу в те места где будет тень на лице вот дальше я беру цвет потемнее и начинаю уже затемнять там где я уже прошла с самым светлым цветом это нужно во первых для того чтобы увлажнить бумагу есть цвета лучше смешивались между собой чернил во вторых чтобы постепенно наращивать вот этот объем лица то есть вылепливать как бы его да и мне кажется что меньше ошибок уже получается от этого когда ты начинаешь самого самого светлого то ошибиться будет тяжелее вот так что я начинаю сама светлого прохожусь по всем самым темным местам естественно оставляя все остальное белым потом прохожусь чуть-чуть потемнее цветом по самым темным местам дальше беру самый светлый цвет и начинаю растягивать вот этот вот чуть потемнее чуть дальше на белое и так я повторяю в принципе с каждым цветом то есть беру каждый раз чуть потемнее наношу область конечно становится все меньше меньше и меньше но за счет вот этой вот растяжки цвета постепенно вот так я и раскрашиваю лицо тут мне кажется самая главная сложность не в технике раскрашивания маркерами а в том чтобы реально определиться где собственно это вот тень будет лично для меня это намного сложнее чем определиться с маркерами потому что ну с цветами вообще мне кажется все намного проще вот потому что мы же не делаем какой-то вот точный портрет где нужно попасть и в цвет кожи и так далее да мы сами себе хозяева как хотим так раскрашиваем поэтому насчет именно цветов для кожи я не сильно заморачиваюсь вот но мне кажется именно вот это вот и и сам объем это намного важнее ну тут референсы на пинтересте да и просто в google я вбиваю там в гугле портрет девушки в профиль или портрет девушки анфас ну какие-то такие вещи да или портрет девушки в три четверти и просто выбираю тот который мне больше всего нравится именно по освещению и примерно беру его за референс если вообще проблема найти то вы можете взять лампу взять телефон и сделать сэлфи и в собственно и посмотреть как это реально ложится как тени ложатся на лицо вот я так пару раз делала мне не очень понравилось потому что все таки сравнивая с профессиональными снимками сделанными профессионалами фотографами где они реально делают свет так чтобы было красиво и сэлфи ну тут разница очевидна и меня не вдохновляют собственные сэлфи как бы там правильно и не выставляла свет как мне надо мне кажется сейчас не проблема найти любой портрет в абсолютно любом освещении вот поэтому я пользуюсь такими методами и примерно смотрю откуда у меня свет в картинке хотя тоже я не всегда четко следую этому плану потому что например вот в этой картинке должен быть контровой свет потому что источник освещения вот заходящее солнце находится за девушкой и соответственно ее лицо должно быть освещено совсем не так как она освещена ну если только не предположить что есть несколько других источников освещения перед девушкой да вот но здесь я не хотела затемнять ее лицо и делать как-то слишком темно вот у меня получилось фон с заходящим солнцем отдельно девушка отдельно все нормально это раскраска все хорошо тем временем я делаю всю эту заливку маркерами и ее головного убора и ее одежды и вот этих вот прекрасных волшебных птичек я кстати уже там немного потестила и гелевые ручки пентел долл металлик и какие-то там металлик маркеры и одну чтобы просто посмотреть как она будет лучше смотреться потому что насчет цветового сочетания я честно говоря ты ну до самого конца не у меня не было такой полной картинки какой-то в голове хотя и потом додумалась что у надежи есть раскрашенный как бы вариант и можно было бы посмотреть но как известно хорошая мысля приходит опосля вот поэтому получилось у меня так ну наверное я помнила где-то в подкорке ее вариант и некоторые цвета совпадают но еще я видела несколько вариантов раскрашенной этой картинки и что-то наверное откладывается все равно когда много смотришь вот но все равно у меня был какой-то полный ступор насчет насчет этой картинки и что же с ней делать и какие и цвета использовать но в принципе я довольна как в итоге все получилось а сейчас я дорабатываю портрет карандашами используем полихромосы я вот тут немного все таки я поняла на этом моменте что надо было еще поработать маркерами над кожей над лицом потому что мне приходилось очень сильно затемнять и штрих у меня такой вот совсем как вы понимаете не художественный не очень красивый и смотрится вот много таких штрихов в разнобой ну пока не очень хорошо вот мне очень нравится когда виден штрих но когда он аккуратный такой вот ненавязчивый когда вот чуть-чуть просто проступает текстура бумаги ну вот приятно смотреть когда здесь мне надо было накладывать несколько несколько слоев не что-то мне нравилось я пыталась сверху немного забландерить это более светлыми цветами и чет я все-таки скатывалась немного в грязь кое-где вот мне это не понравилось я решила что надо чуть больше добавлять тени не бояться маркерами чтобы потом карандашами просто как было знаете навести такой лоск немного они именно дорабатывать картинку карандашами потому что маркерами там не получается ну типа того вот а также что я еще обязательно оставляла для карандашей так это вот эти вот блики и желтые я поняла что если я буду добавлять желтый маркер будет ужас ужас потому что он если вы добавляете чуть более светлый маркер на уже нанесенной то возможно что он просто будет высветлять сильно те части останутся такие вот пятна области да где было высветление но это опять же зависит от качества маркеров то от бренды но не хотелось рисковать вот поэтому вот эти вот желтый близки от этого солнышка я решила 2 в конце мне очень понравились эти блики я их добавляла по моему неаполитанским цветом каким-то но в общем не желтым а неаполитанским и мне очень понравилось как это выглядит желтый вообще я честно говоря очень редко использую вот у меня изначально был набор полихромосов на 60 цветов и я не покупаю на 120 потому что я уже на одну треть а может даже уже наполовину все цвета поменяла ну то есть покупала пашточной и променяла в самом пенале пенал мне очень нравится он супер мега удобный он раскладывается на две части я могу его так взять там поставить на ноутбук и реально он у меня вот тут вот под рукой призма 150 у меня пенал но все равно даже этот пенал надо поставить так чтобы было удобно брать и мне кажется что я пользуюсь поликами чаще именно из-за того что мне удобнее пользоваться пеналом а не потому что что цвета или что-то еще вот так что возможно что если вы чем-то не пользуетесь надо просто переорганизовать свое пространство так чтобы это было под рукой вот и соответственно я переделала всю палитру из 60 и у меня там осталось два или три желтых вот зато огромное количество коричневых вот таких вот светло коричневых охра ну и гораздо больше ну естественно как вы понимаете все таки 60 такой более базовый набор и туда наверное стараются впихнуть что-то более базовое хотя я не понимаю как 5 желтых цветов могут входить в базу из 60 светов но для меня это непонятно и я даже не знаю какие нужно рисовать сюжет и чтобы эти желтые были востребованы вот даже не понимаю не пейзажи не портреты не ботаника для меня не предполагает такого большого разнообразия желтых причем что они я бы и не сказала что они разнообразны так как это очень большой очень светлый цвет то вот эта вот разница между этими пяти цветами ну честно она просто ускользает от моих глаз возможно что профессионалы видят эту разницу а вот я практически даже и не вижу вот сегодня что-то у меня все болтательное и болтательное я практически не комментирую картинку хотя если честно я даже не знаю что тут комментировать ну вот я вам все уже и сказала что я сделала заливку маркерами и сверху дорабатываю полихромосами вот ничего больше на этой картинке особо происходить не будет хотя после завершения уже съемки кстати уже после выкладывания по моему картинки в инстаграме я дорвалась до каких-то стикеров и бусинок и начала наклеивать эту картинку и не могла остановить ну потому что распечатка иногда хочется чего-то такого добавить а тут такая картинка такая вот восточная сказочная надо должна быть такая вся блестящая переливающийся и я вот когда добавляла вот кстати сейчас я это и делаю гелевую ручку мне показалось хоть это и тулу металлики она супер мега блестит но мне показалось все мало и мало и мало блеска вот поэтому я в конце и сделала побольше этого блеска и кстати и для птичек тоже я наносила вот такой клей с блестками побольше побольше чтобы все сверкало и блестела ну вот такая такое было настроение сороки у меня вот так вот так я говорила про полихрома с из 60 до еще лиры с которыми я сейчас начинаю дружить у них тоже удобный пенал 72 но тоже они вот так раскладываются на две части пенальчик очень удобный и поэтому они у меня под рукой и я их стараюсь использовать почаще вот так же у меня призмы под рукой но призм такой обычный пенальчик на сколько там отделений один два три четыре на четыре отделения вот поэтому не всегда удобно его использовать не всегда у меня получается выбирать палитру откладывать куда-то в пенальчик маленькие карандаши их использовать во первых потому что места нету на столе во вторых потому что у меня и так есть много чего отложенного которое стоит отдельно это серые карандаши всевозможных оттенков я их убрала из набора полихрома со потому что часто ими пользуюсь и пускай будут под рукой вот также стоят там гелевые ручки какие-то блендеры обычные карандаши капиллярные ручки которыми я часто пользуюсь в общем такие вещи которые должны быть под рукой вот и соответственно они это тоже занимают место вот также есть всякие маленькие наборчики которые я покупала поштучные для которых еще не нашлось своего там домика удобного вот поэтому они тоже где-то стоят где-то разбросаны и все это вот так вот создает хаос на столе и соответственно если еще буду что-то там откладывать какую-то палитру тем более что я то могу отложить палитру там и не знаю 10 цветов но мне постоянно этого мало я начинаю влезать во все другие пеналы и в итоге ну я не использую эту палитру я там из головы в общем палитра это не моё вот я но есть у меня еще мысли попробовать по палитре покрасить но я поняла что нет мне надо использовать все все карандаши которые есть вот они мои так значит здесь я уже доработала и и украшения в украшениях вот которые именно бусики я вообще ничего не придумала кроме как использовать светлый серый серый пейну и черный из полихромов и соответственно вот так и все это проработала а сверху еще будет такой вот объемный клей ну чтобы они блестели и сверкали так для глаз еще хотела сказать забыла что для глаз вот внизу блик я использовала опять этот неаполитанский желтый очень он мне нравится я его и для кожи использовала и для глаз хотела сделать такие темные карие глаза но поняла что довольно мелкая картинка и не смогу я их сильно выделить поэтому пришлось вот такой блик очень очень светлый оставлять но в принципе мне нравится они вот так классно подсвечиваются получилось и вроде как действительно темные тут я начинаю прорабатывать птичек точнее одну птичку я же сделала это я делаю вторую и ну вот с перьями у меня как так не складывается такой я решила оставить просто неоднородный штрих и не сильно блендерить это все дело и в общем то оставила так потом еще сверху я на них вы приклеила тогда и стикеры и в принципе получилось в общем то неплохо для ее одежды я сначала думала сделать именно одежду не такой выделяющийся ну чтобы все внимание именно было на лицо на птичек но потом не решила все таки выделить вот для этого использовал красный золотой золотой дуал металлик и синий дуал металлик вот они очень красиво переливаются мне нравится поэтому я их использую там и где надо и где не надо тоже вот но здесь в принципе мне кажется что было довольно уместно украшение на нее одежде я делаю по тому же принципу это серый это серая пейна и черный вот для того чтобы выделить что они объемные я затемняю не сразу снизу этой вот жемчужины или там бусин я оставляю немного светлого для как бы рефлекса такого вот и затемняю соответственно все остальное в противоположной стороне от предполагаемого у меня света вот так же я делаю падающие тени в этом случае я решила их делать не черными а у меня был темно-темно-коричневым сепия по моему от полихрома с но в общем затем делала тени я коричневым затемняла сами бусины черным мне показалось это довольно смотрится хорошо и падающая тень не сливается с этой бусинкой и кстати еще и от того что есть вот этот рефлекс который и отделяет бусинку от одежды и от собственной падающей тени вот ну тут я уже прохожусь белой гелевой ручкой от сакуры это конечно обязательно раскрашивание всяких украшений прочего вот потом я решила немного поэкспериментировать и гелевую ручку вот которая синяя до металлик решила немного разбавить кисточкой разбавить распределить немного потому что мне показалось что очень темная но все равно мне в итоге не понравилось как это выглядит принципе смотрится неплохо блестки распределяются цвет тоже распределяется можно полностью вывести на прозрачное ну и сделать такой градиент но я посчитала в этой картинке это лишним тем более что там маленькие детали может быть на какой-то там большого формата объекте можно было бы это красиво сделать но я посчитала что нет также у меня кстати еще есть плоско с глиттером надо с ней еще попробовать но мне кажется что принцип действия ну примерно одинаковые единственное что хорошо нужно промыть кисточку чтобы потом эти блестки вам там не в акварель не попали ну или там мингтенсы что вы их дальше ими размываете вот перышки я прорабатываю белой и сиреневой гелевыми ручками ничего с ними особого я не придумала хотя они в такой можно сказать что и в тени я решила их вот так оставить светлыми и никакие там тени для них особо не придумывать ну потому что все таки перышки легкие и невесомые вот пускай останутся светлыми ну вот и все не на камеру я добавила клей и глоссы и отсенс и стиклс то есть клей вот очень тяжело на камеру их потому что очень мелкие детали я делала и вот так картинку крутила вертела поэтому на камеру не удалось это сделать вот но там все понятно клей на птичках стиклс точнее на птичках вот просто брала и вот этим вот носиком делала штришки немножко их размазывала вот клеем я делала глаза девушки и все драгоценные камни ну те которые были не совсем мелкие а хотя бы хоть как-то вот просто ставила точки сверху я не знаю я надеюсь что вам видно вообще хоть что-то вот прикольно так приливается конечно на фото ничего не видно будет но раз уж у меня это распечатка иллюстрация надя жабряковска раз уж у меня это распечатка то почему бы не оторваться со всеми этими спецэффектами которых книжки не очень-то удобно потом хранить да и раскрашивать с другой стороны естественно было бы неудобно но наверное я так думаю чуть-чуть да ну все таки рельефная вот вот так я надеюсь что вам было интересно посмотреть как я раскрашивала эту картинку спасибо за просмотр до новых встреч